Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Я утверждаю, что приехать сюда в Австралию, не сюда, сейчас в Москве, в аэропорту Домодедово, но приехать в Австралию по туристической визе и потом поддаться на студенческую, это гораздо более удобный и лучший вариант, чем напрямую поддаваться на студенческую визу в Австралии. Однако, вообще-то есть два варианта. Первый вариант, который, есть вообще три варианта, но третий я уже рассматривал, говорил, не связывайтесь с жуликами, которые вас огребают, делают какие-то фиктивные документы, потому что это выйдет на вам последствии волком, потому что вы думаете о будущем, а будущее у вас не будет, если вы подделываете документы или вам подделывают документы, потому что вы из страны вылетите, когда уже будет готов практически вам видеть на жительство, все документы на постоянную визу. Поэтому третий путь мы отлетаем. Второй путь мы всегда оглашали, то есть это путь, когда вы делаете хорошую визовую историю в Шенгену. Сейчас просто сидишь, смотришь на вылеты в разные страны Шенгенского соглашения в Европу и ты просто выбираешь то, что тебе по душе, то, что тебе нравится, и после этого, вот тебе, ну, в принципе, я думаю, только в Шенгене, после этого спокойно летишь, недечку там пробыл, может быть, чуть меньше, вот. Сочетка очень украинцам, их без виз, это, конечно, неплохая вещь, проблема в том, что, значит, не нужны визы, и, значит, визовой истории у людей теперь нет. Но я думаю, что с отмеченными поездками в страны Шенгенского соглашения второй этап, то есть японская виза для вас, ну, практически обеспечена. Буквально надо показать нужные документы с работы, с банковской справки, справки, может быть, от доходов, и, соответственно, вы получите визу при очень правильном поведении, никаких у вас проблем не будет, тоже дней 5, 7, 8 проводите в Японии. Япония – это небогатая страна, поэтому ваш пребывание там не будет дорогим. После чего вы спокойно, собрав в действительности очень хорошо документы, умея мысль о том, что потом-то вам переподдаваться на студенческую визу, вы спокойно приезжаете, подаетесь без, ну, по электронски, без личного посещения, подаетесь на австралийскую визу, получаете ее, приезжаете, подаете через пару-тройки, через 4 недели, подаетесь на студенческую визу, и все. Ваша дорога была, ну, так сказать, тернистая, но понятно, у вас был мачете, чтобы пробиваться через сложности, и вы достигаете того, что вам надо. Есть третий путь, вот о чем бы я вам хотел сказать. Есть достаточно дорогие образовательные агенты, образовательные учреждения, в которые вполне возможно, если у вас хорошие документы, вы можете попасть. К этому пути можно и тех людей присоединить, которые, ну, реально, если человек является менеджером какой-то ветви, того же Сбербанка, или ВТБ, или Альфа-банка, или каких-то крупных известных компаний, ну, помилуй бог, я думаю, что визовая история особо им будет не нужна, потому что это люди, ну, доказано, что есть, что теряют в России, и это не люди, которые побегут сразу сдаваться в беженце. Вот, соответственно, вот это вот третье направление, да, не нужна особо визовая история, но эта визовая история компенсируется явной хорошестью, пригодностью этих людей для туристических виз в Австралию. Вот я и хотел об этом сказать, то есть, наверное, надо было об этом поговорить. Я знаю людей, которые приезжали, да, пустим, с этими очень дорогими компаниями на 16, допустим, недель английских, иногда на 4-8 недель по туристической уже визе, на 16 по стежненческой визе, и им давали хорошие визы. Почему? Потому что где-то в переводе на австралийские доллары это будет где-то 800-900 долларов в неделю, включая проживание, обучение, трансферы и так далее. Соответственно, если человек может позволить 16 на 8, плюс билет, выкинуть 15-16 тысяч австралийских долларов, ну, соответственно, что с него еще требует? Конечно, он уже доказал свою самостоятельность и состоятельность, и, соответственно, ему визу можно давать. Поэтому, дорогие друзья, вот он вам второй пункт туристической визы, или третий, скажем так, по которому некоторые ребята, откуда уже они идут по нему, значит, они идут и пениться. Большое спасибо, и до новых встреч!